Самовар пыхтит, на лавке напоит всех чаем Мы всех чаем угощаем, друзей привечаем Заливается гармонь песней хороводной На Руси душа поёт с песней народной Ой, вы гости, гости дорогие Приглашаем к нам на праздник, милые родные Ой, вы гости, гости дорогие Приходите, приезжайте, прилетайте, приплывайте Приглашаем к нам на праздник Людмила Рюмина родилась 28 августа 1949 года в Воронеже Окончив художественную школу, работала на комбинате художником-оформителем Освоение этой специальности позже пригодилось певице для создания концертных костюмов В 18 лет Людмила Рюмина получила приглашение на работу в ансамбль «Воронежские девчата» Набойкую весёлую девушку с мощным и звонким голосом сразу обратили внимание Символично, что официально она стала солисткой воронежских девчат 31 августа 1967 года Ровно за 50 лет до своей смерти Связь со своими коллегами Рюмина сохранила на долгие годы А вот в родной Воронеж певицу звали нечасто, что огорчало Людмилу Георгиевну Но обида на власть компенсировалась народной любовью Именно с коллектива «Воронежские девчата», где она проработала около пяти лет Началось становление Людмилы Рюминой в качестве исполнительницы народных песен Песня «Воронежские девчата» Будучи народной артисткой, Людмила Рюмина владела не только народным, но и академическим голосом Владея классической школой пения, исполняла также романсы, камерные и классические произведения, оперные арии С 1999 года певица возглавляла Московский культурный фольклорный центр Людмила Рюмина придавала большое значение пропаганде фольклорного искусства, воспитанию и обучению талантливой молодёжи Так случилось, что у Людмилы Георгиевны не было своих детей Причиной бездетности стали последствия дорожно-транспортного происшествия, в которое певица попала в юности По данному поводу Рюмина говорила, что её личная жизнь – это и есть творчество Все нерастраченные материнские чувства она направила на работу с детьми в своём фольклорном центре Галина Жукова, 41 канал Галина Жукова, 41 канал Галина Жукова, 42 марта Галина Жукова, 42 карту